Мы также живем в наших снах, мы живем не только днем. Иногда мы совершаем наши величайшие поступки во снах. Являются ли сны продуктом случайной активности мозга или побочным эффектом закрепления воспоминаний? Являются ли сны, как предполагал Зигмунд Фрейд, выражением подавленных желаний и стремлений? Или же в снах есть нечто более богатое и значимое, что ускользает от внимания многих современных людей? Карл Юнг считал, что так и есть, и в этом видео мы рассмотрим, почему сны имеют жизненно важное значение для нашего психического и физического здоровья, и как искусство толкования снов может оживить нашу жизнь. Лишь в современную эпоху сновидения, этот мимолетный и неясный продукт психического, стало объектом столь основательного пренебрежения. Прежде его ценили, видя в нем предсказателя судьбы, посланца богов, предостерегающего и учешающего. Теперь же мы рассматриваем его как вестника бессознательного. Оно должно поведать нам тайны, скрытые от сознательного разума, и делает это с удивительной полнотой. Толкование сновидений было неотъемлемой частью терапевтического подхода Юнга. По его собственным оценкам, он проанализировал не менее 80 тысяч снов. В своих семинарах по сновидениям Юнг заявил, что сны – это послание от нашего бессознательного. И чтобы понять значение сновидений, мы должны понять, как Юнг представлял себе бессознательную психику. В лекции, прочитанной в 1934 году, Юнг писал, что наше сознание – как корабль в великом необъятном море бессознательного. Судьба корабля частично определяется активностью моря, и точно так же направление нашей жизни в определенной степени зависит от бессознательного. Более того, как и море содержит ресурсы, сокровища и опасности, которые нелегко увидеть с поверхности, так и потенциалы добра и зла скрыты в глубинах нашего бессознательного. Психологическое развитие, по мнению Юнга, облегчается, если вывести бессознательное содержание в свет сознания, так как это обогащает нашу сознательную личность, увеличивает наши знания и способствует психологической целостности. Человек становится просветленным не потому, что воображает фигуры света, а потому что делает тьму сознательной. Как никакое другое явление, сны могут способствовать этому процессу, поскольку они служат окном в бессознательный разум. Или, как объясняет Юнг, сновидение есть спонтанное изображение актуальной ситуации в бессознательном, преподносимое в символической форме. Сновидение – это именно высказывание бессознательного, обращение к нам. Проявление внимания к собственным снам и, таким образом, осознание большей части собственного бессознательного дает много преимуществ. Одно из них заключается в том, что сны могут содержать озарения, которые в бодрствующей жизни мы не можем или не хотим увидеть. Как писал Эсхилл, «Когда мы спим, душа полностью освещается множеством глаз. С их помощью мы можем видеть все, чего не могли видеть днем». Интуиция или инстинкты, ощущения нутром, неподдающиеся сознательные обработки, тонкие предчувствия относительно истинного характера других людей, а также слепые пятна и самообманы, препятствующие нашему развитию – все это примеры озарений и завес, которые наше бессознательное может приоткрыть нам во сне. Эта способность сновидения раскрывать знания, недоступные для бодрствующего ума, является причиной того, что на протяжении всей истории человечества, по словам Юнга, сновидение считалось оракулом, открывающим истину. Или, как Юнг объясняет более подробно, «Бессознательное – это темное существо внутри нас, которое слышит то, что не слышит сознательно наши уши, и видит то, что не воспринимают сознательно глаза». Мы осознаем этот неслышимый слух, это незримое видение, только когда бессознательное посылает нам эти забытые образы во снах. Будучи окном в «бессознательное», сны также добавляют нам информацию о здоровье или болезни нашего тела. Ведь бессознательное тесно связано с биологией тела и участвует в регулировании функционирования наших органов. Поэтому оно способно обнаруживать тонкие отклонения в организме и нередко бессознательное раскрывает эти отклонения во сне, задолго до появления явных симптомов. Или, как объясняет юнгианский психоаналитик Джеймс Холл, «во всех смыслах нелегкое дело ставить органические диагнозы, исходя из материала сновидения». Хотя существует множество поразительных примеров таких прогнозов. Сон о внутреннем взрыве, предшествующей кровотечению при аневризме аорты. Появление персонажей в сновидении с болезнью желчного пузыря до того, как эта болезнь оказалась обнаружена и усновиться. И так далее. Сны также могут предупреждать нас о том, какое будущее может наступить, если мы продолжим двигаться неверным путем. Сны могут подготавливать или оповещать о некоторых ситуациях задолго до того, как те произойдут в действительности. И это вовсе не чудо или мистическое предсказание. Многие кризисы в нашей жизни имеют долгую бессознательную историю. Сны могут раскрыть тайну. Юнг приводит пример сна такого типа. Коллега Юнга, альпинист-любитель, рассказал Юнгу следующий сон. Он поднимался на гору, и чем выше он поднимался, тем лучше себя чувствовал. Когда он достиг вершины горы, ему захотелось продолжить подъем, и он шагнул с вершины в воздух. И вдруг проснулся. Юнг интуитивно почувствовал, что этот сон был предупреждением из бессознательного. Он посоветовал своему коллеге принять дополнительные меры предосторожности при любых будущих восхождениях или вообще избегать их. Но тот не прислушался к совету. Шесть месяцев спустя мужчина пошел на восхождение, и, по словам Юнга, горный проводник наблюдал за тем, как он и его друг спускались по веревке в одном трудном месте. Друг обнаружил временную опору для ноги на карнизе, и сновидец последовал за ним вниз. Вдруг он ослабил веревку, и, по словам гида, словно прыгнул в воздух. Он упал на своего друга. Оба полетели вниз и разбились. Сны также могут играть важную роль в творческом процессе. Из истории философии, науки, искусства и литературы мы знаем, что многие великие творения и открытия были вдохновлены с нами. Химик Дмитрий Меделеев признавался, что во сне увидел таблицу элементов, которая позже была распечатана. Фридриху Августу Кекуле во сне открылась замкнутая структура бензольного кольца. Основная идея романа Роберта Луиса Стивенсона, доктор Джекил и мистер Хайт пришла к нему во сне. А Карл Юнг заявил, что все его величайшие идеи имели начало во снах. В конце концов, единственные достойные упоминания события в моей жизни – это те, в которых непреходящий мир прорывался в наш, приходящий. Поэтому я главным образом говорю о внутренних переживаниях, к которым также отношу мои сны и видения. Эти формы – исходный материал моей научной работы. Они были магмой, из которой постепенно выкристаллизовывался камень. Сновидения также способны расширить наше мировоззрение и указать на границы и обыденность нашего образа жизни, освобождать нас от слишком тесных рамок и от чересчур обыденного существования. Подобные сны иногда называют большими снами. Это очень значимые сновидения, которые часто запоминаются на всю жизнь. А некоторые даже оказываются одними из самых ценных жизненных впечатлений. Это те сны, которые имеют религиозное или духовное значение, дают понимание вечных вопросов жизни и даже меняют наше восприятие себя и мира. О природе больших снов швейцарский психолог Мария Луиза фон Франц пишет следующее. Иногда человек видит сон, который настолько далек от его жизни, настолько нуменозен, любимое слово Юнга для обозначения сильных переживаний, настолько странен и необычен, что кажется, что этот сон не принадлежит сновидцу. Это похоже на визит из другого мира, что это собственно и есть. Причем этот другой мир, подземный мир бессознательного. В древние времена, да и сегодня, среди некоторых людей такие сны считаются посланиями богов или предков. Эти сны Юнг называет большими снами. Юнг рассказывал об особенно поразительном большом сне, который он пережил сразу после сердечного приступа, от которого он едва не умер. Юнгу приснилось, что он шел по пустыне и наткнулся на старую часовню. Когда он вошел в часовню, то увидел йога, сидящего в позе лотоса в глубокой медитации. Юнг продолжает. Присмотревшись, я вдруг понял, что у него мое лицо. Я проснулся в испуге, с мыслью. Вот оно что. Выходит этот йог, тот, кто думает обо мне. Он видит сон, и этот сон я. У меня была полнейшая уверенность, что когда он проснется, меня не станет. Большие сновидения это редкость. У многих людей их бывает не более чем несколько. Сновидения, которые чаще всего посещают нас во время сна, это то, что Юнг называл компенсаторными снами. Функция таких снов компенсировать или исправлять однобокость, ошибки, отклонения или другие недостатки нашего сознательного отношения к миру. Чем больше наше сознание не приспособлено к реальности и чем больше мы уклоняемся от выполнения жизненных задач, тем чаще нас будут посещать сны компенсаторного характера. Как писала об этом фон Франц, если мы обратим внимание на наши сны, то увидим, что они выполняют саморегулирующую функцию, которая уравновешивает односторонность, однобокость сознания или дополняет его таким образом, что достигается некая целостность и жизненный оптимум. Несколько примеров помогут прояснить природу компенсаторных сновидений. Мужчине, который не выполняет свои обязанности как отца, могут сниться сны о том, что его дети ненавидят его, чтобы довести до него осознание того, что он уклоняется от выполнения одной из самых важных жизненных задач. Женщина, которая слишком отождествляет себя со своей персоной, тем обликом и личностью, которую она презентует социуму, может видеть сны о совершении преступлений или о моральном поведении, чтобы увидеть собственную тень, бессознательную темную сторону своей личности, которую ей необходимо интегрировать, чтобы развить более цельный характер. Или человек, который приближается к среднему возрасту, но остается зависимым от родителей, может видеть сны, изображающие его беспомощным ребенком или задушенным до смерти, чтобы он осознал всю опасность ситуации, которую создает его отсутствие независимости. Как писал Юнг в работе становления личности, компенсаторная функция сновидений предлагает желанную помощь. Компенсаторные сновидения освещают ситуацию пациента таким образом, что это может быть чрезвычайно полезно для здоровья. Они приносят ему воспоминания, озарения, переживания, пробуждают дремлющие качества в личности и раскрывают бессознательный элемент в его взаимоотношениях. Поэтому редко случается так, чтобы тот, кто взял на себя труд поработать над своими снами, остался без обогащения и расширения своего психического кругозора. Но если сны это важные сообщения, посылаемые из бессознательного, почему их так трудно расшифровать? Почему бессознательное не представляет нам эти послания в форме, которую легче понять нашему сознательному разуму? В то время, как сознательный разум способен к рациональности и логике, бессознательное по своей природе иррационально, оно не действует по законам логики и общается в основном символами, а не словами. Так же, как растение приносит цветы, психическое рождает свои символы. Любой сон свидетельствует об этом. Тот факт, что сознательный и бессознательный разум общается на разных языках, объясняет, почему сны представляются загадочными. Однако то, что мы не до конца понимаем значения символов, представленных нам во сне, не означает, что они не оказывают влияния на нас. Ведь как сказки, мифы, религиозные учения и ритуалы выходят за рамки рационального понимания, но влияют на людей на протяжении тысячелетий, так и сны могут влиять на ход нашей жизни, даже если мы не до конца их понимаем. Сны прокладывают путь для жизни, они определяют вас, хотя вы и не понимаете их язык, писал Юнг в Красной книге. Или, как объяснил Юнг в другом своем труде, сновидение есть природное событие, а природа не склонна предоставлять человеку в распоряжение своей плоды даром или в соответствии с человеческими ожиданиями. На это часто возражают, что компенсация будет недейственной, если сновидение не будет понято. Но это, однако, не так, ведь многое в жизни работает без всякой установки на понимание. Между тем, несомненно, что через понимание мы можем значительно усилить действия сновидения, что нередко бывает крайне необходимо, так как наше бессознательное может оказаться недослышанным. Если мы хотим лучше понять сны и тем самым усилить пользу от них, нам стоит взять за правило первым делом утром записывать свои сны, ведь воспоминания о снах быстро забываются по мере того, как мы проводим свой день. Когда мы увидели сон, который кажется нам особенно значимым, мы можем заняться тем, что Юнг называл усилением сновидений. Такое усиление сновидения подразумевает размышления над сном и добавление к нему наших идей, концепций, ассоциаций. Этот процесс может включать в себя воспоминания, которые, по нашему мнению, связаны со сном. Позволит нашей интуиции свободно толковать значение сна, подумать о том, связан ли сон с задачей, которую мы не выполняем. Или же сон компенсирует наше сознательное отношение, которое плохо приспособлено к требованиям жизни. Усилению помогают знания мифологии и религии, поскольку большие сны часто состоят из повторяющихся символов и мотивов, которые также встречаются в религиях и мифах на межкультурном уровне. Мы понимаем, что наткнулись на правильное толкование сна, когда, по словам Юнга, у человека происходит щелчок и он говорит «Да, это оно», когда возникает ощущение, что толкование абсолютно точно соответствует действительности. Человек знает, что он на правильном пути. Как фон Франц описывала метод Юнга по усилению сновидений, Юнг не толковал свои сны, сразу же формируя четкое представление о том, что они означают. Вместо этого он носил их в себе, жил с ними внутренне, так сказать, и задавал вопросы. Если он встречал в книге или во внешнем опыте что-то, что напоминало ему образ из сновидения, он добавлял это к образу, и таким путем постоянно обогащалось и развивалось полотно идей, связанных конкретным сном. Если мы будем уделять больше внимания нашим снам и больше времени их толкованию, мы обзаведемся эффективным противоядием против многих коллективных болезней нашего века. Ведь, согласно анализу Юнга, многое из того, что поражает современное общество, будь то широчайшее распространение невротических заболеваний, массовые заблуждения, высокий уровень трусости и конформизма, крайняя восприимчивость и уязвимость перед пропагандой или овещее послушание коррумпированным авторитетам, является результатом опасного разрыва между сознательным разумом и бессознательным. Современный человек потерял связь со своими инстинктами, с основами человеческой природы и с мудростью, возраст которой миллионы лет. Поскольку именно сны помогают установить связь с этой древней основой нашего существа, чем больше мы будем обращать внимание на наши сны, тем больше мы обретем внутренней силы и интуитивной мудрости, необходимой для процветания в нездоровом обществе. Или, как объясняет Юнг, сны возникают спонтанно, без нашей помощи, и в их производстве не участвует сознательное намерение нашей воли. Они – чистая природа, они показывают нам непрекрашенную, естественную правду, и поэтому, как ничто другое, способны вернуть нам отношения, фундаментально соответствующие нашей человеческой природе, когда наше сознание слишком далеко отошло от собственных основ и зашло в тупик. Если вам понравился ролик, пожалуйста, поддержите канал по любой ссылке в описании. Продолжение следует...